Приветствую вас. Ключевой аспект вашей ситуации заключается в том, что вы уже начали сомневаться в своем муже. Вы уже допустились, что у него кто-то есть, и на самом деле здесь особо большая разница нет. А есть ли у него кто-то, нет ли у него кого-то. Нет, 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 нет особой разницы, потому что вы уже допустили сомнения. Если вы допустили сомнения, значит вы уже, ну, наверное, вы уже посчитали его, собственно, вот таким изменщиком, вы уже, наверное, посчитали его таким вот предателем. Я полагаю, вот. И, собственно, так ли важно, на самом деле, подтвердятся ли ваши предположения или нет. То есть вы хотите убедиться, вы хотите убедиться в том, например, что у него никого нет. Хорошо, но как это будет происходить? То есть как будет происходить то, что вы будете убеждать? То есть это нужно какие-то, ну, какие-то доводы приводить вам. Это нужно доказывать как-то, ну, вашему мужу, что ничего не было. Или как, вот как вам видится, да, доказательство того, что муж ваш не изменял. Ведь вы же понимаете, что никак. Либо изменял, либо нет, либо что-то угасывает на это для вас, либо нет. А все сомнения, которые можно интерпретировать не в пользу вашей позиции, ну, можно назвать вашими субъективными оценками, вот. Субъективными оценочными суждениями, которые продиктованы, ну, опять же, исключительно вашими психологическими особенностями, вот. Поэтому на ревность, на подаврение можно очень много времени и сил подразить, но по итогу все это сводится лишь только к тому, что вы хотите, чтобы он вам изменял. К примеру, к примеру. Может быть, он не изменяет, может, у него просто кто-то есть, да, но как бы до измены откровенной там не дошло, вот. А все это будет потому, что происходит, чтобы все это происходило. То есть это вот просто, чтобы это происходило. Хорошо это, плохо ли это, неважно. Вы просто хотите, чтобы это было. Почему-то. Для чего-то. Зачем-то. Вам это нужно. И здесь, как правило, страх близких отношений, страх перед мужчинами, собственное обесценивание, подсознательное доказывание своей недостойности, там, счастливой семейной жизни, может быть, что-то еще. Да. То есть вы так вот видите, что очень много, очень много есть причин ваших собственных, но если, есть реальные основания, если вы видите, что мы действительно изменяли, если вы видите, что у него кто-то есть, да, там, любовная переписка, это, соответственно, подарки любовные, да, там, ну, это можно увидеть, это можно идентифицировать, то это однозначно все. Это однозначно все. Это однозначно конец. Однозначно человек выбрал другую. И вас там как бы обманывает. И здесь не столько важна причина, почему это произошло. Здесь важно, как вы это восприметите и что вы будете делать. Кто-то посидит, поговорит, попытается выяснить, что происходит, может быть, вернет семью, может быть, обратится к психологу, может быть, что-то еще. Кто-то решит сразу уйти из отношений и больше в этих отношениях не находиться. Ну, его право. Вот. Кто мы такие, чтобы, да, осуждать, ну, нужен выбор, нужна позиция, нужно решение. А у вас этого, судя по всему, ничего нет. Вот. Поэтому я и говорю о том, что ваши сомнения и поиски сейчас ответа, это, по сути, значит, как сказать, идти, это означает идти на поводу у своего страха, который у вас есть. И мне кажется, мне кажется, что это абсолютно, совершенно неприемлемо для вас. Как для женщины, которая себя любит, которая себя обращает, ну, априори, которая себя ценит и так далее. Ну, в принципе, это то, что я могу сказать, да? То есть для вас, для вашей личной картины мира, которая есть лично у вас, вот, поймите это, пожалуйста. Муж уже изменил. У мужа уже кто-то есть. Потому что вы это обучили. Теперь нужно решить, что вы будете с этим делать. Будете ли вы жить с мужем-изменником, чтобы, допустим, он может это сделать. Либо вы решите, что, вот, человек достойный, доказательств того, что он что-то делает, нет. Раз вы выбрали его, значит, это хороший человек, потому что, ну, вы тоже хороший человек, и не могли выбрать себе плохого человека, да? Вы же, вы же не спешили при выборе, вы же присматривались, вы же изучили более-менее человека, узнали, прежде чем выходить за ночь, вот. Ну, так, соответственно, вопрос заключается именно в том, да? Как хватит, ну, к себе. То есть поймите, эмммм, подозревая мужа, не обязательно изменил. Да, давайте уберем измену. Пусть это не будет неизмена, пусть это будет, вообще, что-то другое. Там, неизмена, к примеру, а, там, я не знаю, пусть это будет, какой-то обман, да, какая-то деятельность, что ли-то. Подозреваю в этом мужа, вы будете подозревать в этом себя. К сожалению. К сожалению. К моему большому сожалению. Вот. И, вот, вопрос, к вам, у меня, вы достойны, с такого отношения к себе, вы достойны, чтобы так воспринимать себя и то, что происходит. Ну, мне кажется, что нет. Так что если вы в себе не уверены, что этим нужно работать, если вы в себе не уверены с этим нужно работать, если вы чего-то боитесь с этим, тоже нужно работать, тоже нужно что-то делать. А если же у мужчин, у вас действительно есть доказательства того, что у мужчин появилась другая, и, как бы, эти доказательства ничем нельзя обровергнуть, да, то решите, что вы делаете в этом случае. Сейчас решите, что ваш мужчина, вот, изменяет, да, когда вы считаете, что доказательства. Сто процентно решите, что муж вам уже не ушло. Вот что вы будете делать? Какое ваше решение? То есть, понимаете, вы сейчас находитесь в позиции жертвы, вы поставили себя в зависимости от мужчины, то есть, сами вы решения принимать не хотите для себя. Именно поэтому вы в подвеченном состоянии находитесь. А решение начинает принять вам, потому что жизнь ваша, и потому что за свою жизнь вы отвечаете. Вот. Приведу такой пример, банальный. К примеру, мужчина перестал вам уделять внимание. Ну, вот просто перестал вам уделять внимание, да. Ну, и, соответственно, решили, что у него появилась другая. Ну, в принципе, хоть это и не совсем логично, но часто. Часто женщины делают такой вывод. Окей. Что делает женщина такая? Начинает спрашивать мужа, где ты был, что ты делал, следи за ним, следи за телефоном и т.д. и т.п. Но она ничего не делает для того, чтобы он хотел ей больше уделять внимание своей жене. Ведь той, которую он вроде как полюбил, вроде как сделал спутницей свою жизнь и т.д. и т.п. Вот, вот с чем проблема. То есть, люди, в частности, женщины, ставят себя в абсолютно зависимое положение от мужчин. И, конечно же, возникает, значит, и страх, потому что вы зависите от другого человека. И неудовлетворенность сразу вашего желания зависит от другого человека. И чувство подвеченности, потому что ваша определенность будет зависеть от другого человека. Вот так. Вот так. То есть, то, что происходит сейчас, показывает то, что вы не самостоятельно. Что наносит вред вашим отношениям. Потому что, чем человек более ориентирован на другого, тем менее он ценен для него. Он растарается в другом, при наличии ориентированности. Вот. Он растарает человека. И партнер меньше видит в нем кого-то уникального и больше видит в нем отражение себя, что неприятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится наилучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...